Всем привет! Это Атом Дуба, канал о физике. Вы, наверное, заметили, что на этом канале несколько лет не выходили видео, и чтобы эту ситуацию как-то исправить, теперь этот канал будем вести мы вдвоем. Меня зовут Саркиз, вы, наверное, помните. А это Серега, мой хороший друг. Мы с ним учились на одном и том же курсе на физическом факультете МГУ. Сейчас он работает учителем по физике в школе номер 15-14. Здорово! И сегодня у нас будет вводный мини-эксперимент с вот таким электромагнитом. Серега, о чем ты нам поведаешь с этим электромагнитом? Я хочу показать то, что показываю школьникам в 8 классе, когда электромагнетизм проходится на качественном уровне. А что такое электромагнит вообще? Электромагнит – это магнит, который становится магнитом только когда через него идет ток. Например, сейчас источник тока выключен, но если взять болт и поднести к нашему магниту, то болт, разумеется, отваливается. Если же ток включить, то ток пойдет по виткам этого электромагнита, создаст внешнее магнитное поле, и под этим магнитным полем намагнитится вот эта железяка, которую называют сердечным. И намагнитится болтик, собственно. И намагнитится болтик, конечно. Ну давайте проведем пока телезрителям канала Атома Дуба. Да, включаем постоянный ток, подносим болтик, и он примагнитится, конечно же. Дальше, конечно, я задаю следующий вопрос. А что будет, если выключить ток? Ну, лично я бы ответил так, что болт отвалится. Потому что ты только что сказал, что если выключить ток, то он перестает быть магнитом. Что он является магнитом, только когда идет ток? Давайте проверим. Выключаем ток. Болт не отваливается. По-моему, это противоречит определению, которое ты только что дал. Нет, дело в том, что, конечно же, внешнее магнитное поле, которое создавалось током, бегущим по этим виткам, исчезло. Но осталась остаточная намагниченность у вот этой железяки, у сердечника. То есть, она меньше, чем когда был включен током? Она стала чуть поменьше, да. Но, тем не менее, он фактически превратился в слабенький постоянный магнит. Ну, а как же сделать так, чтобы болт отвалился? Ну, можно поменять полюса электромагнитными местами. Допустим, сейчас вот этот северный, если сделать его южным, то он начнет отталкивать болтик какое-то время, и болтик должен отвалиться. Давайте попробуем. Значит, мы меняем направление тока в нашей цепи. Включаем ток и внимательно смотрим на болт. Он не отваливается. Звучит, как какая-то подстава, то есть, ничего не произошло. Он не отваливается, да. Именно так все и происходит на уроке. Дело в том, что, конечно же, полюса электромагнита поменялись местами, но сделали это очень быстро. Значит, надо медленнее менять полюса местами. Совершенно верно. Я предлагаю очень медленно нажимать кнопку. Смешно. Выключим ток совсем, поменяем полюса еще раз. И теперь ток пока еще не идет. Медленно увеличиваем силу тока. Соответственно, в какой-то момент получится, что гвоздь отвалится, потому что поле, которое создается вот этим током в витках, компенсирует остаточную намагниченность этого сердечника. И тогда болт действительно отваливается. То есть, в момент, когда болт начинает перемагничиваться, он улетает. Он отваливается, да. То же самое произошло, когда... И не только болт, но и сердечник, наверное. Ну, сердечник не отваливается. Да, но он закреплен. Единственное. Но он должен начал перемагничивать. Конечно, конечно. Разумеется. Ну, я думаю, что логичным продолжением будет попробовать тебе почаще тыкать местами эти провода, менять местами и посмотреть, будешь ли ты успевать держать болт на весу. Ну, конечно, идея отличная. Но можно сделать чуть проще. Для этого у нас есть две зелененьких клеммы у нашего источника. Это переменный ток. Они позволяют пустить переменный ток по нашему электромагниту. Итак, включаем переменный ток. Берем наш болт. Я его потерял. Он потерян. Вот он. Берем наш болт. Подносим его к электромагниту. Попробуйте сделать свое предсказание, что произойдет. Я думаю, этого никто не ожидал. Я тоже. Вот. А происходит следующее. Болт начинает дребезжать. Ну, как раз-таки происходит то, что сказал Саркис. Если очень быстро менять полюса местами, можно это делать и вручную, при известной ловкости рук, будет происходить следующее. Очень быстро перемагничивается этот болт. Но в какой-то момент, пока суммарное магнитное поле, которое создается остаточным, остаточной намагниченностью сердечника и внешним полем из катушки, когда эти поля друг друга компенсируют, болт начинает отваливаться. Но это момент недолгий. Полюс электромагнета поменялся, начал притягивать болт, он летит наверх, бьется, а дальше все повторяется. Это происходит несколько раз в секунду. Мы слышим характерное дребезжание. Вот я ровно такое же дребезжание слышу в трансформаторной будке рядом со своим домом. Эти явления как-то связаны, да? Наверняка. Электромагнетизм. Там тоже есть сердечники и катушки. Ну, об этом, я думаю, тебе известно лучше. Да, там есть сердечники и катушки. Ну что же, что можно еще здесь поменять? Можно поменять силу тока. Вот сейчас любопытный момент. Мы не меняем частоту тока. Сколько раз в секунду этот полюс был северным и был южным, столько раз он и останется. Ничего не изменится. Изменится только сила тока. Но я думаю, что если увеличить силу тока, то эффекты должны становиться сильнее. Давайте посмотрим. Итак, увеличиваем силу тока. Звук стал совсем другого характера. Он стал тише. Да. Вероятно, потому, что теперь болт не успевает так далеко отвалиться. То есть, более коротким стал момент, когда суммарное магнитное поле равно нулю. При этом частота тока не изменилась. Это только сила тока. Значит, что будет, если мы будем уменьшать, 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 уменьшать силу тока? Давайте посмотрим. Дребезжание становится очень громким. Ну и в какой-то момент, амплитуда увеличивается, да, колебания болтика? Он отлетает недалеко. И в какой-то момент, по мере увеличения, он будет отлетать все дальше. И в конце концов уходит. Да. Ну и последнее, что можно сделать. Включить ток. Так, чуть-чуть посильнее. Итак, что будет, если выключить ток? Отвалится болт или останется висеть на этом магнезе? Ну, лично мне логика подсказывает, что если выключить сейчас резко ток, то отвалится болт или нет, зависит от того, в какой момент выключить. Совершенно верно. Мы попробуем в этом убедиться. То есть, если выключить в тот момент, пока он прижат, то болт не отвалится. Если в тот момент, пока он висит, то он может и упасть. Так, тебе сейчас надо раз 20, наверное, нажать на кнопку. Надеюсь, получится поменьше. И он таки упадет разочек. Меньше, чем 20 раз. Ну вот, собственно, такие любопытные эксперименты, которые развивают понимание электромагнитизма, несколько. Я показываю школьникам в 8 классе. Всем спасибо за внимание. Мы теперь будем выпускать видео почаще, в том числе в таком формате мини-экспериментов. До новых встреч! Спасибо! Всем пока!